Я очень благодарен Богу Ровно неделю назад Господь меня исцелял Я ехал на машине и терял сознание Ангелы помогли переместить меня в больницу Я попал в кардиологию И тут по молитвам моих близких, дивных и святых друзей Которые молились за меня Я очень вам всем благодарен И я ощущал в палате интересный процесс То есть как написано в римлянном 8 главе Тот дух, который воскресил Иисуса Христа Он во мне пребывает И изнутри клетка за клеткой Мой организм восстанавливался А извне по молитвам святых Поэтому я когда очутился здесь Удивительным образом мои друзья приехали в Москву за мной И привезли сюда в центре Алмазова Только констатировали, что никакой угрозы инфаркта нет Меня даже в стационар не положили Слава Богу Мир вам У меня была чудесная история на неделе Играл на пианино, поклонялся И потом я открыл окно, чтобы посмотреть свежим воздухом И увидел, что женщина за окном месет листья большие кленовые И все это мне прям почувствовал импульс Что хочется вместе с ней собрать эти листья Пойти на улицу Тут же оделся быстро Вышел на улицу Она очень удивилась Что к ней кто-то идет надевать перчатки черные, садовые Что вы хотите? Я сказал Поглажайте, я с вами И тут же Вы из нашей церкви? Я сказал Нет, что не разрешите листья собирать Она говорит Нет, пожалуйста Хорошо Как вас зовут? Я сказал мне Как зовут? Согласно тому, что я делал Как нашего блога зовут? Я то, что я делаю То, что я есть В данный момент Она сказала Красивое имя у вас Ну, я представился именно тем именем И потом Собрались листья, положили в пакет Попрощались Я ушел Все А, и сказала ей, что я ближний Тот, кто соучаствует Другому человеку в том, что он делает Вот и все Спасибо, слава Богу Приветствую, дорогая церковь У всех приветствующих здесь верующих Я здесь для того, чтобы воздать хвалу Господу Для того, чтобы свидетельствовать о Его милости Большой любви и чудотворении в своей жизни Начну с того, что так в моей жизни случилось Что с раннего возраста я начала употреблять тяжелые наркотики В целом, мое употребление составило 19 лет И только благодаря Господу Богу я вообще такое вот Сердце мое бьется и я вообще жива и стою здесь И свидетельствую перед вами Меня не останавливало ничего Я думала, что вообще меня ничего не остановит И я буду, наверное, ну так вот и умру Вот наркоманкой такой вот какой-то Не останавливало ничего У меня возникли большие проблемы со здоровьем Воспаление в организме возникало Много диагнозов поставили хронических Мне уже было трудно передвигаться самостоятельно У меня отказывали ноги Все мое тело было покрыто ранами, язвами То есть постоянно лежала в больницах Возникали опухоли, я вся была изрезанная С психикой тоже возникли большие проблемы Мне был поставлен диагноз шизофрения Дали третью группу инвалидности Я вообще не видела никакого просвета То есть я редко уже перестала выходить на улицу И когда выходила, я вот только смотрела на многоэтажные дома И думаю, вот откуда я вот прыгну Потому что, ну, я бессмысленна Мне говорили люди, так и говорили Ты живой труп, тебе осталось немного И все, сколько ты там протянешь Да я и сама не видела смысла, в принципе, в своем существовании И вот в таком немощном состоянии Как-то на улице, совершенно случайно Как я тогда думала Сейчас я понимаю, что это сделал Господь Бог Я встретила пастора Андрея И служителя Сергея Служителя реабилитационного центра В котором сейчас нахожусь Эти люди были именно инструментом Божьим Как я сейчас понимаю И вот Из них я попала в реабилитационный центр В котором сейчас нахожусь И здесь начали происходить чудеса Действительно Которые, наверное, сделает только в силах Только Бог мог так сотворить Моя жизнь Моя жизнь Кардинально начала меняться Я... Ребята, во-первых, меня поддерживали Потому что, когда я туда попала Это был загнанный зверь Какой-то такой овощ Который вообще не понимал Где он находится Для чего Я боялась людей Я не воспринимала Не подпускала никого к себе То есть Жалкое зрелище было достаточно Вот И В реабилитационном центре Я начала узнавать про Бога Про Его чудотворение Про Его чудеса За меня ребята молились Я начала сама молиться Читать Библию Изучать Библию Я поняла, что я не немощная Что я могу нормально передвигаться Раны начали затягиваться И мозговая деятельность Начала восстанавливаться Я разумный человек Я сейчас адекватно на все реагирую Я все Я все вижу Все Кстати Я до сих пор продолжаю получать пенсию По инвалидности Я, правда, не знаю за что Но всем спасибо Вот И Хочу поблагодарить церковь Вообще За то, что есть Такое служение Помощь наркоманам Есть вот этот реабилитационный центр Вообще Что помогает таким ребятам, как я Вообще На которых поставили крест От нас отвернулись От многих близких и родных И в нас не верили Что мы вообще что-то можем Мы не на улицах где-то Мы не Не в каких-то притонах Да Мы не воруем Не Не грешим Не Доставляем боль близким и родным Мы достойные вообще Служители И мы верим в Бога Молимся Мы Просвещаемся информационно Развиваемся как личности Там многие талантливые Такие ребята Откроют такие таланты Золотые руки Там работаем Там Ну это достойные люди Вообще Светлые головы Настолько От которых вообще В нас не верили И Господь каждый день Работает с нами И творит какие-то чудеса Я вижу как меняются люди Как меняются судьбы людей И мы будем помогать Таким же как и мы И вот нас будет Все больше и больше Вот Можно еще маленькие Еще Вот такое Что свидетельство Вот две недели назад У меня снова возникла температура Там было 39 температур Я думала Я думала Что снова болезнь вернулась Меня увезли в больницу Я думала Снова будут резать операции Возникла опухоль Вот И единственное Что я повторяла Это что Иисус Поменяем Моя кровь на ДНК Иисуса Христа И вот Я знаю Что я искуплена Сверхестественным образом Вот Иисусом Христом Он отдал жизнь Ради меня И через 4 дня Я уже смогла Сама встать на ноги Мне не потребовалась Никакая операция И я помогала И женщине немощной Там в палате Которая была И там выносила судно Там за ней И вместе мы молились Тоже за ее исцеление Молилась за молодого человека Который там После реанимации Лежал И вместе с ним Читала тоже Библию Говорила ему О слове Божьем Говорила Ну исцеление Что он будет исцелен На второй день Он уже сам Застилал постель Вот Так что Бог творит чудеса Можно я прочитаю Маленькое стихотворение Вот я вчера его написала Стихотворение Посвящено Богу Вот Это Мне поставили Диагноз шизофрения Признали меня Невменяемой Вот Мой Бог Пошли мне мир с собой Наполни пустоту Внутри меня Пошли любовь И уважение Покой И укрепи мой дух Ведь ты Моя стезя Господь Хочу быть инструментом Я в твоих руках Хочу забыть о слезах На глазах Хочу быть сильной Не бояться ничего И возвышать лишь Бога одного Прошу помочь Познать мне в жизни суть Найти себя И ставить цели Пройти с достоинства Тобой выбранный тот путь Которым ты ведешь меня И держишь мою руку Верю Спасибо Леночка дорогая На ночной молитве В пятницу я начала картину Сейчас заканчивала И я рисовала ее для тебя Я пришла Дорисовываю Ищу тебя на втором ряду Не нахожу Даже расстроилась Это картина для тебя У тебя очень открытое сердце И Господь изливает в него Свою воду Свою чистую воду И все боли Все раны Все какие-то занозы Которые были в этом сердце Они выйдут Из твоего сердца Сердце очистится полностью Слово Писания для тебя И окроплю вас чистой водою И вы очиститесь от всех скверн ваших И от всех идолов ваших Очищу вас И дам вам сердце новое И дух новый дам вам И возьму из плоти Ваши сердце Каменное И дам вам сердце Плотяное Небеса кропят для тебя Многократно омой меня От беззакония моего И от греха моего Очисть меня Блаженны Чистые сердцем Ибо они Бога Узрят Это для тебя, моя хорошая Здравствуйте Я хочу рассказать про то Что случилось со мной Благодаря молодежной молитве Хотя она была всего два раза Но это такая вещь Которая очень сильно Уже повлияла на меня На мой духовный рост У меня так же Как у вас у всех Есть дар Видения будущего Пророчества Вот И На утренние молитвы Я очень не хотела ходить Вообще Я живу в Петергофе Я не хотела туда ездить В понедельник В 7 утра У меня еще пары Ну я вот Вообще ни в какую не хотела Но Бог сказал Надо И что без меня Ну как бы Все это дело Не состоится Это будет уже не то Вот Ну я пошла И Это было нечто На самом деле Я никогда в жизни Не видела Что так может что-то действовать При том При всем Что я Не хотела У меня было плохое Скверное настроение Но Бог все равно действовал Он хотел говорить Он говорил к сердцам И это не закончилось На молодежной молитве Это пошло дальше Это пошло и в университет И в отношении моей Со всеми теми людьми С которыми я встречалась Вот И также хочу сказать Что эта молодежная молитва Это то, что Ну должно нас объединить Сплотить эту молодежь Которая Ну Уже предназначена До последнего времени Но ей остается еще Завершить эту огранку Им нужно еще научиться И самое главное Сплотиться всем вместе Я здесь сейчас стою Я не знаю Для кого я это говорю Но Кто-то очень сильно сомневается И тоже не хочет приходить Но Бог очень хочет его видеть На этом месте И возможно У него Так же как у меня Он ищет Вот Ту любовь О которой говорится Вот в стихе Что потому узнают все Что вы мои ученики Что будете иметь любовь Между собой Вот Возможно Он ищет этой любви И не может ее найти Но Вот именно там Появится эта любовь После наставничества Во вторник Мы сидели Все в кафе Бургер Кинге И Ну Молодежью И нам было все равно Кто вокруг Мы молились Мы пророчествовали Друг другу Мы радовались Мы веселились И вот Все смотрели на нас Но нам было все равно Вот нас накрыло Просто вот этой любовью И все Вот И всем было интересно Все вот хотели Как-то к этому Быть соучастниками Но Они не знали Как Что И вот На самом деле Интересно менять атмосферу Если ты приходишь Где-то один Куда-то То это Ну Не сильно Как-то на что-то влияет Потому что Ты сомневаешься Буришься Всем этим позывам Которые Дух Святой Тебе производит Но если вы все вместе Вы приходите Атмосфера Она меняет Само собой Потому что вы живете Вместе Вы живете С друг с другом Вы находитесь В этой любви И любовь Она просто идет дальше Потому что для вас Это становится естественно У вас есть поддержка По сторонам Поэтому если вы до сих пор Сомневаетесь Что вам надо туда ходить Вам очень надо туда прийти Очень надо Без вас молитва не получится Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok